МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадуя компании Гомель, у студии и працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Герои гэтаха года. Завтра у Беларуси отзнашать день медицинского работника. Покорить небо сегодня Гомельский аэроклуб дау старт новому сезону. Памятаем и гонорымся. В областном центре створают 30-метровый портрет маршала Рокоссовского. А жившие динозауры у Гомельским парку открылась интерактивно-познавальная экспозиция. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Герои гэтага года. Завтра у Беларуси отзнашать день медицинского работника. Все лето свято особливое, бо праца у сяго персонала Галины, а дурачоу да лабарантау, адмедсестров да водителев, проходить ва умовах повышенной рызыки. Ковид-19, який абрушился на свет, выпрабовывая усіх без выключэння, особлива тых, хто звязаў свою жыцё с системой аховыздароўя. И напереда дні свята мы кажым им дзякуй. Нашы корэспандэнты, які выезжали ў больницы и поліклінікі регіона, раз за разом упэўніваліся. Праца медыка неаценная, складанная і, на жаль, небяспечная. У журналістаў повага да медработнікаў спачатку пандымей выросла яшче больш, бо яны бачылі, ў якім напружаным рытмі працуюць людзі. Узять, напрыклад, хаця аб нашэння хоўнага костюма. Корэспандэнты праверылі на сабе, яку ім. Аказалася, неазручна і горача. А зараз пачаліся самая спякотная дні, і медыкам стала яшче больш складана. І ўсё ж такі, ў такі непросты час радуюць тое, што людзі ў большасці разумеюць, чаго каштое медыкам барадзба за наше здароўе і жыццё. А яшче ў гэтае мэсіцы многія неабыякавая, ад працтаўніков працпрыемстваў да валанцёраў, да памагалі ўрачамі медсёстрам. Вараблялі щыткі, маскі, забяспечвалі іншымі ахоўнамі сродками, антэсептыками, абедамі, абсталяванням. А зараз, з нагоды свята, ўсіх, хто мае дачыненне до сістэмы аховыздароўя, віншуюць іх добрыя памочнікі і удзячныя пацыэнты. А самі кераўнікі гэтай сферы і медработнікі знялі для сваіх калех кранальны ролік. Уважаемые калеки, сегодня мы отмечаем наш профессиональний праздник – День медицинских работников. Именно своим трудом, своей профессией вы сохраняете самое лучшее, что есть в жизни человека – это его здоровье. Уважаемые, дорогие коллеги, примите самое тёплое поздравление, самое хорошее пожелание, и пусть каждый день приносит вам удовольствие. С профессиональным праздником! Уважаемые коллеги, примите самое тёплое поздравление с нашим профессиональным праздником – Днём медицинских работников. Наш труд – это творчество, где нет права на ошибку. Хочу вам пожелать, чтобы вы выберегли себя, своих близких, дорогих. Вам отдано самое ценное, что есть у человека – это жизнь. Наслаждайтесь этой жизнью, любите её и уважайте друг друга. Спасибо вам за ваш благородный труд. Дорогие друзья, разрешите мне от 4 тысяч студентов Гомельского государственного медицинского университета поздравить вас с большим днём, Днём медицинских работников. Как врач врачу, удачи вам, здоровья, крепости во всём. До веншивания у медикам долучается и наша телерадиокомпания. Ступить у открытое небо и отримать незабывные эмоции. У хамельчан знову появилась такая махчимость. Сегодня был официйно открытый новый парашютный сезон. Скачки с парашютом, яки ранее, проходят на аэродроме Зябровка. Организаторы с початку плановали дать старт новому сезону у маи, однако их планом перешкодило надворье, даже эмоционные ветры. Сегодня небесная канцеляра не подвела и с самой ранней с аматорой адреналина почали отпрацовывать скачки. Плануется, что парашютный сезон протягнется как минимум до середины вероятеля, яки, звычайно, юн объедная людей с самого розного взросла. Первый прыжок я совершила в 2017 году, тогда мне было 16 лет, и мне захотелось этого, потому что у меня в семье прыгают люди с парашютом, и это уже как семейное, хотя меня никто не заставлял, мне очень этого хотелось, наоборот даже отговаривали, на самом деле. Но без этого уже невозможно. Участвуют у нас и спортсмены, и молодежь, то есть дети, которых мы обучили в этом году и набрали с 14 лет, это школьники, это сузовцы, вузовцы. И, естественно, те, кто хочет совершить прыжок на коммерческой основе, приезжают сюда, смотрят новости наши, на нашем сайте, в группе ВКонтакте мы выкладываем. И по погоде, естественно, мы всегда стараемся работать каждое выходное, каждую пятницу, в субботу, в воскресенье. Белорусская Чигунка открывает новый маршрут электротехнику региональных линий бизнес-класса Светлогорск, Жлобин, Минск. Первый рейс со Светлогорска отправится 21.05 в 19.04 и прибудет в столицу 21.44. У зворотным на керунку тягнику першенью отправится 26.05 в 15.50 и прибудет в Светлогорску в 18.47. У дальнейшем ГТС-составы будут курсировать по пятницах, субботах и неделях. Кошт проезда 9 рублей 4 копейки. Квитки можно набыть на официальном сайте белорусской Чигунки, у мобильным додатку БЧ Мойтягник и у кассах Чигуношных вокзалов под обязанностей на сайте компании и по телефоне контакт центра БЧ 105. Гомельский областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья начал проводить платное тестирование на инфекцию COVID-19. Послуга будет доступна тем, кто выезжает из Беларуси, Украины, где потребуется официальное подтверждение отсутствия инфекции. Для сдачи анализа необходимо иметь при себе пашпорт, а так само копию билета тих и иншого документа, который подтверждает выезд. Термин отримания выникал два рабочие дни. Человек приходит, у него берется мазочек, он оплачивает в кассе и по готовности ему смс-очкой приходит, что ваш результат готов, вы можете его забрать. Больше подробную информацию об проходжении тестирования на коронавирус вы можете отримать на сайте Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. У гэтая дни Мазырский театр переживает другое нараджение. И он литерально паустал с пеплу. Узведенный в 30-е годы минулого 100 года, некальки годов тому будинок пережил пожар. Зараз масштабный ремонт подыходить до завершения. Большую частку побудовы работникам довелося полностью разобрать и узвести зновку. Заявилась и еще одна прибудова, где разместить майстерни, костюмерную и швейный цех. Будовники в щельную наблизились до финишной рисы. Звершаются внутренние оздобленческие работы, монтируется электрика и заканчивается доброупорядкование территории. А кроме обновленного внешнего выгляда театр отримает и сучасное наполнение. Заканчивается монтажной нового светлового и гукового обстелевания, автоматизация за краней и саму сцену. Врачистое открытие обновленного Мазирского драматичного театра призначено на наступный титинь. Гомельский областный комитет природных ресурсов и оховы новокольного сяродя начал мониторинг водоемов. Головная мета попередживание гибели рыбы дают насельництву наш наступный репортаж. Замор рыбы з'ява сезонная. Зимой ее причиной может стать толстый лед. Летом массовое гниение водоростей. А по двух выпадках отбывается снижение у водоемов у зровня кислорода до критичной ознаки. Керавник селянской господарки Тимофей Кукса мая у аренде амаль 20 км у Ракисош и особное озеро. Минавито на гэтом водоеме где нема теченья звычайно означается наибольш несприяльная ситуация. Гэтой зимой гибели рыбы не было. Зато весной пришлось примать терминовые меры. Весной выросла трава и мы увидели, что пошли дожди и что сейчас будет подъем воды и это затопит и она начнет гнить. Ну и это как бы совпало с нерестом. Мы немножко подождали, чтобы вылупилась личинка, которая на траве висит и потом скасили. Коли такие виды рыб, как линь и карась еще могут перенести недохоб кислороду, у остатних шансов на выживание без допомоги человека практически нема. До мониторинга ситуации на водоемах на Гомельшине протягнули областную и межрайонную лаборатории Республиканского центра аналитичного контроля в сферы оховы навокольного сяродзя. Выники сделанных рыболовных угодзел. У комплексе пропанованных профилактичных мероприемств уборка рослинности у водоемах, где може отбыться замор рыбы. Створение леса кустарниковых полос уздовж берагов рык. Такая мера дозволяет продухилить змыл органичных речевал. Плюс расшистка притоков и организация додаткового водообмена. Об выявленных фактах гибели рыбы можно поведомить на гаражую линию проведение данных заморов комитетом области проводятся мероприятия. Это у нас определены 25 водных объектов в целом по Гомельской области, которые наиболее подвержены заморам. На них ведется постоянный мониторинг, то есть отбираются пробы воды на предмет содержания кислорода и анализируются. В случае, если содержание кислорода будет менее 4 мг на метр кубический, то будут приниматься меры насыщения данной воды кислородом. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадо компания Гомель. У Лойве стартовал инновационный проект «Клуб подлеток». Его мета притягнуть молодость до социально значной деятельности про индивидуальный подход до кожного. Подлетки выучают кодекс об администрационных правопорушениях, а головные отриманные веды применяют на практице. Каким чином доведался Дмитрий Котау. Идея об створении проекта возникла в мае. Ее реализовали степлые термины. И с початку червеня клуб подлеток начал працовать на базе районного Центра творчества детей и молодых. До проекта долучились разные службы ДАИ, МНС, Освод. Колькость подлетка достаточно невеликая. Усяго 16 человек, что позволяет каждому надать максимум уваги. На первом заседании нашего клуба подростка участвовал психолог. А психолог проводила тренинги. И судя по этим тренингам мы определили кто из деток к какой деятельности более расположен, к какому из видов. Дети у нас все разновозрастные начиная от 12 до 17 лет. И понятно, что 12-летнего подростка и 17-летнего юноша в один вид деятельности не особо заинтересуешь, чтобы включить. Поэтому мы решили создавать небольшие патрульные группы по 2-3 человека, распределяя их, работать с разными субъектами профилактики. Организаторы пропонуют кожному дельнику нечто новое и интересное для его особиста. Патрульование – главная особенность проекта проходит каждый день. Это проверка водительских посвященников разом с упроцовником ДАИ, альбо контроль за правопорядком в громадских местах. Подлетки ожидают выход пыльной территории. При этом самостоянно работать зауваги они не могут. В случае выявления правопорушения должны по рации поведомить про это куратору, который находится в Побоч. Такие интересные занятия всем пришелся до сподобы. Я поработал с радиостанциями. Это все довольно интересно и поучительно. Нужно в будущем. А кроме освоения новых ведов и навыков, дельники проекта досконало ознайомятся с деятельностью правоохоуных структур. И таким чином многие начинают возношаться с будущей профессией. Сейчас стоит такой выбор, какую профессию выбрать. И это им очень помогает. Многие ребята хотят поступать в государственные структуры. Поэтому им это очень полезно. Проект Клуб Подлеток протягнется до конца лета. Его выникам станет створение специального видеофильма про будни громадских инспекторов. Димитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания Гомель, Злоева. Колись пякота Дольвая город, дети и подлетки спешаются до фонтанов. Кожное лето в уличный фонтан эпицентр позитива, наполненный детячим смехом. Тут ребятам весело, а батьки спокойные, что их дети не ходят купаться в водоемах. Те на Самрэдж городские фонтаны такие беспечные. Пытание соправды неоднозначное. Так званые пешеходные фонтаны на Уратте могут причинить шкоду. Одинная умова не пить воду, которая там циркулюет. Рызыка для здоровья повеличивается, кали говорка где про фонтаны с резервуарами. Купание в таких местах погрожает не только широком захворваний от кишечных до грибковых инфекций, але и травмами. Можно напороться на струменные насадки, элементы коммуникации, у некоторых выпадках навод отримать удар током. Так само треба для детей, так и для дорослых. Законодатель не запрещает купаться в фонтанах, но запрещает нарушать общественный порядок, нецензурно выражаться, оскорблять окружающих, распивать алкоголь или появляться на людях в пьяном виде. Если водные процедуры сопровождаются перечисленными действиями, к административной ответственности могут привлечь за мелкое хулиганство. Ведание основных правил поводинов на городских фонтанах да поможет врачи здоровье и не сапсовать отпочинок. Соправды, городские фонтаны не льго отнести до безопасного места для купания. Областная ДАИ обвестила фотоконкурс «Юный велосипедист». Удельничать им могут все жадающие. Головное, как в работе было представлено адлюстрирование важности выполнения правил дорожного руха. Фотоздимку треба дать назву и дослать его на электронную пошту с познаком фотоконкурс або у директ официйного аккаунта региональной ДАИ у Инстаграм. Фото будут публиковать в социальных сетках державной инспекции. По выниках выберут трех призеров. Протягнется конкурс до 30 червеня. Областный этап республиканского семейного сельско-господарчого проекта «Уладар-села» пройдет 30 червеня в режиме онлайн. Отбор удельников в районах протягнется до 24 червеня. Заголовный приз будут змагаться молодые семьи с детьми. Удельники проекта повинны з'являться членами Белорусского Республиканского Союза молоди жить и працывать у сельской мясцовости больше как три годы. Вести особистую подсобную господарку. Конкурсная программа будет включать у себя визитную картку, видеоролик, эсэ и фотоэкскурс. Пераможца представить Гомельщину в финале проекта, который отбудется в лепени в агроградку Александрия Могилевской области. Новый мурал героя войны хутко з'явится в Новобелецком районе Гомеля. Размова идет про портрет маршала Константина Рокоссовского, который сейчас наносит на торец новобудовли по улице Ильича. Граффити вышиней 30 метров выполняют Максим Козлов и Сергей Гауриков, которые ранее працавали над муралом Емельяна Барыкина. Он отримал шмат становчих водгук, а у сирот гомельчан тому было выращено протягнуть серию портретов вядомых военных деятел, життё яких было связано с областным центром. Войске Первого Белорусского фронта под командованием двойчих героя Советского Союза Константина Рокоссовского вызвалили Гомель 26 листопада 1943 года. Наровым гражданинам областного центра. Мостокини у Першини упрацуют с такими великими граффити, однако у Гэты разу всё значительно ускладняется за спякоты и периодичных дождёй и ветру. Квадратов примерно 400. При хорошей погоде можно было сделать за две недели примерно так. Здесь по-любому есть нюансы, есть погодные условия, есть технические моменты в плане того, что поставить проектор нету, допустим, в каждой работе свои нюансы, каждая работа индивидуальна. При створении эскизом мастаки мкнулись сделать его у такой же стилистицы, как и портрет Барыкина. Хоча и за всё, серое портретов героев войны протягнется и далее. А жившие динозавры появились в Гомельском парке. На открытой плясовце перед будинком зимового сада открылась интерактивно-познавальная экспозиция. 12 фигур динозавров описанием тому гости могут доведаться больше про гэтых истот. Яны основали на земле задолго до заявления людей в так званую Мезозойскую эру 250 миллионов годов тому. Срод их были травоедные и драпежники. Динозавры жили во всех частках света и их останки находятся до этого часа. В детенстве многие из нас звучали имен этих популярных персонажей кино и мультфильмов. И Марли на свои очи увидят до исторических пачвар. Посетители смогут увидеть 12 фигур, которые двигаются и издают звуки. Напротив каждой фигуры располагается текст информации. Это будет выставка не только развлекательного, но и познавательного плана. Все маленькие будут в восторге увидеть фигур. И взрослые тоже могут вспомнить что-то из детства. Каждый мечтал оказаться в парке юрского периода. Выстава будет работать до 9 дня. Для безопасности экспонаты регулярно работают, а количество людей на пляс не повинно превышать 20 человек. Это и иншие новины. Информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых субтитры